Всем привет, ребята! Добро пожаловать на канал! Меня немножко не видно, правда, из-за вот этой вот красоты. Давно я не заказывала что-то на ebay, написала мне подписчица. И, ребят, конечно же, меня осенило, я подумала, почему бы и нет, как бы Apple коробку я не хотела, хотя все, может быть, знаете ли, Android коробку тоже не хотела. И тут, ребята, у одного интересного продавца я нашла вот такие вот прекрасные коробочки, которые называются Mini Mystery Box. Честно вам сказать, я была в шоке, когда такое увидела, я не понимала, что там может попасться, но, конечно же, я заказала, написала продавцу, как он мне сказал, что в каждой коробочке попадается гаджет, потому что это были именно Mini Mystery Box гаджет. Одна вот такая вот коробочка обошлась мне в 10 долларов, мне кажется, это вообще просто прекрасная цена. Иногда даже у нас там в Украине в Инстаграме продают какие-то сюрприз-боксы с носками, я не знаю, горимыми, по 400, по 500 гривен, и 100 долларов это реально адекватно. Во-первых, посмотрите на коробку. Ой, такая тяжеленькая. Она просто шикарная, мне кажется, самое обыкновенное исполнение. Реально видно, что вот все такое тематическое, как по-моему, я такое что-то люблю, все одинаковое, красивое. Но я не буду на этом зацикливаться, коробки реально прикольные. Мы не стали как бы ставить сюда коробку на стол, распаковывать еще каждая вот эта вот коробочка была в пилиатиленовой вот этой пленке. Это было бы слишком долго, чтобы не затягивать вам видео. Я вам предлагаю просто сразу начинать. Ребят, ну и, конечно же, все вы в курсе, что я вкладываю свои свободные средства в компанию Avalon Technologies. Сегодня вместе с вами буду создавать себе новый депозит. Как вы можете заметить, доступных средств у меня практически 33 тысячи рублей. Но это все потому, что я вам уже показывала, что мой последний депозит на 14 дней уже отработал. И сегодня создаем с вами новый депозит. Нажимаем создать депозит. Хочу вложить средства на 14 дней, на 2 недели в сумме 32 тысячи рублей. Отлично. И, как вы можете заметить, начисленная прибыль будет 6 тысяч почти 700 рублей. Нажимаем создать депозит. Все, мой депозит удачно создан. Переходим в список моих депозитов. И я уже, ребята, могу видеть, что мой депозит начал работу. И уже через 2 недели я смогу вывести свои заработанные средства. Поэтому, ребята, если вам вдруг это интересно, то ссылочку на Лонн.Тодэ я оставляю в описании. Я вооружена ножом. И мы приступаем к распаковке первого мини-мистерий бокса. Давайте начнем с вот этого. Я так махаю перед собой ножом. Прямо просто супер обожаю. Вот так вот выглядит коробка. И здесь еще вот есть вот такая вот типа пломбочка. Я бы это так назвала. Давайте вскрыванькать. Так, здесь у нас есть вот такое вот сено. И первое, что попадается мне, ребят, это какие-то наушники. Наушники от фирмы Remax. Я не знаю, наверное, я их доставать не буду, потому что мне лень. У нас еще впереди как бы 9 коробок. Смотрите, вот так вот они выглядят. Сзади все на каком-то китайском, непонятно на каком. Есть вот такая вот штучка. Это, как мне говорили, какая-то верификация, что товар настоящий именно от этой фирмы, подлинная. Ну, мне кажется, что в принципе норм. Я не знаю, могут ли они стоить 10 долларов, но мне кажется, что фирма Remax это норм. И приступаем ко второй. Я себя чувствую прям намного азартнее, чем, знаешь, когда мы с Инстаграма что-то снимаем. Там я просто сижу и думаю, ну, по-любому носки. И тут по-любому носки. А тут сейчас две конфетки, мое любимое слово. Так, вскрываем. Здесь у меня iMarker Key Fender. Короче, мое знание английского вошло в чат. Такие штуки я уже видела подобные. Мне когда-то попадали что-то типа в сюрприз-боксах или что-то такое. Вот эту вот штукенцию вы вешаете к себе на ключи. И в любой момент вы потом сможете их типа найти, когда потеряли, и отследить их у себя в телефоне. Нормальная вещь. Кстати, вот я почему-то даже не додумалась о такой вот штуке. И это реально гаджет. Это реально гаджет. У меня тут спетлютик, чтобы вы понимали. Я не могу даже коробку здесь рядом положить. Так, сено. Это нас не интересует. Какая-то коробочка. HOKA Accessoires. Что-то на китайском просто супер. Ой, я порвала. Ладно, ничего страшного. Открываем, чтобы посмотреть, что это такое. Это какая-то магнитная подставка. Ух ты, прикольно. Слушайте, я такое не видела. В общем, ребята, судя по коробке, я подумала, что это вот такой вот какой-то магнитный телефон-держатель. Но по факту, сняв чехол, отлепив здесь вот такую вот штуку, я вижу, что его просто нужно приклеивать. Вот реально приклеивать. И оно не держится. Работает она или нет, как бы мне тяжело тоже ответить. Но, как факт, это гаджет. Как вы можете заметить, телефон в принципе держится. Я его просто оставлю в сторонку и посмотрим, продержится ли он до конца видеоролика. Я на это надеюсь, что он не упадет. Давайте я следующую вскрыванька. Ой, здесь прям вообще что-то тяжелое. Так, ребята, здесь пауэрбанк. Почему я к пауэрбанку даже не додумалась? Окей, давайте его распакуем, посмотрим на него. Какой-то пауэрбанк Ауэй. Я такого даже не знаю, на сколько миллиампер, на 10 тысяч миллиампер. Здесь еще вот такая вот коробочка красивая. Вот такой вот повар. Короче, ребята, самое обыкновенное, 10 тысяч миллиампер. Мелочь, а приятно. Пауэрбанк, кстати, вполне может стоить 10 долларов, а возможно и куда больше. Берем вот эту вот коробочку, открыванькаем. Здесь у нас какая-то большая прям даже коробка. Лазер-пойнтер. Вот так вот она выглядит, как ее открыть. Шаманская коробка. Вот так вот открывается, ребята. Показываю вам. Прикольно. Так, я даже не знаю, стоит ли затестить этот гаджет, скажем так, но я попробую. Мне реально интересно. Надеюсь, я сейчас ничего не накосячу. Просто включаем. Так, какое-то, я даже не знаю, что это, какие-то самые обыкновенные цаточки. На мне видно? На мне видно нормально? Короче, вот так вот. Как здесь переключать? Что-то крутить? Ого! Ого, прикольно! На самом деле, мне кажется, что лазер может стоить реально много. Насколько я знаю, на ютубе есть действительно достаточно роликов, как лазером можно и лопнуть шар, и прожигает он все. Так что мне кажется, что эта вещь еще мало того, что может пригодиться, так еще и дороговато стоит. На самом деле, мне эта стружка надоела еще, знаете, из каких-то таких инстаграм-боксов, потому что ее стоит буквально везде. Какая-то штукенция! Что это такое? Это похоже на какие-то часики, но они безумно странной формы. Это похоже на вот это вот небо, звездное небо, вот. В общем, насколько поняла я, ребята, что это какой-то самый обыкновенный ночничок. Он еще переливается разными цветами, не нажимая на кнопки, но вот здесь вот есть маленький... О, господи, вы еще его видели? Он блымает. Есть маленькое отверстие для часов, то есть вы здесь можете задать, сколько сейчас времени. И по идее, какого-то хрена, ребята, на картинке нарисовано, что должно оно показывать вот так вот вверх, который сейчас час, то есть как проекция. Но, как вы видите, по факту ничего нет. Оно что-то пытается светить мне на руку, вот что-то. Что-то светит, но вообще непонятно что. Какая-то красная точка, и по факту никакого времени нет. Пока, мне кажется, гаджетов, в принципе, предостаточно. Я не скажу, что я чем-то разочарована, но на данный момент все-таки самый дорогой гаджет, который сегодня попался, мне кажется, что это все-таки лазер. Почему-то мне какое-то, знаете, предчувствие, что они стоят реально дороже. А потом уже пауэрбанк, потому что наушники, мне кажется, больше 10 долларов, такие вот не должны стоить. Ребята, здесь уже что-то поинтереснее. Хока, премиум продукты. Походу, это беспроводная зарядка. Даже не знаю, я почему-то им не доверяю, а вы как? Напишите в комментариях. Вот какое-то у меня все-таки сомнение есть, что они заряжают реально плохо. Вот такой вот кружочек, написано Хока. Это какая-то самая обыкновенная пластмасса. Здесь у нас есть провод. Нет, Type-C, я думала, Type-C. И еще есть ремешок. Ремешок для чего? Я не знаю, даже вряд ли ее можно повесить или что-то такое сделать. Будем с вами про следующую коробочку. Азарт все-таки реально есть прикольный мини-мистери-бокс. Мне кажется, ребята, это достойно внимания. Единственное, что я хочу вас попросить, прикольно. Реально прикольные вещи попадаются. Ребят, я хочу заказать 50 таких мини-мистери-боксов. 50 штук. И все, что я от вас хочу попросить, это то, чтобы вы поставили лайк вот этот видеоролик. И мы с вами собрали 10 тысяч лайков. Как только, ребята, я увижу 10 тысяч лайков, я сразу же сделаю заказ быстрой доставкой. Мне кажется, это достойно внимания. И такого я не видела, чтобы на ютубе еще кто-то такое распаковывал. Да, возможно, в Америке и распаковывали. Но Украина или Россия не видела. Я надеюсь, я буду первооткрывателем. Здесь что-то большое. Прям реально большое. Красная коробочка. Мне такое неинтересно, ребята. Короче, здесь какой-то геймпад X3. Вообще ничегошеньки в этом не понимаю. Просто геймпад, походу. Это что? Это, походу, подставка какая-то под геймпад. Я даже не знаю, как ее правильно нужно держать. Но она, кстати, вроде не сомнительная, а такая нормальная. И сам гей... Геймпад. Это ли уже такое название? А то я попробую выговорить. Для чего он должен подходить? Давайте начнем с этого. Что здесь нарисовано? Так, iOS, Android, Windows и VR очки. На самом деле, я такой штукенцией как бы пользоваться не буду. Я вообще в игры не играю. Какой-то я странный человек, возможно. Но меня такое не привлекает. Но Максиму может и пригодиться. Так, я сейчас своими женскими руками затещу. Попробую, как это на ощупь. Но на самом деле, это какой-то такой самый обыкновенный пластик. Но вот эти вот кнопочки, они реально прикольные. Вот у них, знаете, такое ощущение прорезиненности. Вот что-то типа такого. Ну, норм. Не знаю, сколько может стоить геймпад. Единственное, я знаю, что реально на Sony PlayStation они стоят дорого. Блин, теперь мне кажется, что геймпад здесь самое дорогое. Я вам хочу сказать, что поначалу я вообще сомневалась, стоит ли заказывать эти мини-мистери-боксы. Но я понимала, что такого контента я еще не видела. Азарт во мне сыграл, как вы понимаете, неплохую шутку. Ребят, еще я вам что самое главное не сказала. 50 штук я хочу заказать. Но 50 штук у этого же продавца. Но не именно вот таких вот боксов. Не именно, не гаджет-боксов. Ребят, я хочу заказать 50 штук микс-мини-боксов. Господи, как это странно звучит. Но да, ребят, там могут попадаться как и гаджеты, так и какие-то интересные игрушки. И поп-ит там были нарисованы. И еда там была нарисована. Ребят, соберите 10 тысяч лайков. Я вас прошу, я хочу похавать американской еды. Реально что-то прикольное. Попить какую-то водичку, я не знаю. Съесть настоящие американские хариба. Я просто надеюсь, что они там попадутся. Так что давайте собирайте лайки обязательно. Открываем мы предпоследнюю коробочку. Блин. Эта коробочка меня не сильно радует, честно вам сказать. Ооо, подождите. Мне сначала показалось, что это подушка, как у нас в бассейне. Вот эта вот надувная. Но это не она, ребята, блин. Ну, вот как-то вот так вот. Мне почему-то кажется, что она стоит дешево. Не знаю, ребят. Как вы думаете? Напишите в комментах. Вот это прям вообще профукали, мне кажется. Это гаджет? Вот это у меня сомнение. Мне кажется, это что-то мне подложили с миксбоксов, знаете ли. На гаджет не очень похоже. Хорошо. Откладываем. И у нас осталась последняя. Охренеть, она тяжелая. Здесь что-то огромное. Прям огромное. Вот такая вот колоночка. Ребят, почему-то мне кажется, что я такую колонку где-то, возможно, уже распаковываю. Здесь все на китайском, нет ничегошеньки на русском вообще. Это колонка-радиоприемник, как в старые добрые времена. И, кстати, это тоже HOKO Premium продукт. Напишите в комментариях, ребят, вот составьте какой-то небольшой такой список. Один, два, три. Как вы считаете, что здесь реально самое дорогое и что реально? Коробочка эта окупилась абсолютно. К примеру, Даша геймпад самый дорогой. Ты окупилась геймпадом. Это самое дорогое. Ты окупилась. Давайте сделаем топ-3. У меня такой топ-3. Мне кажется, что я окупилась по геймпаду. Мне кажется, что я окупилась по лазеру. И, скорее всего, на третьем месте это либо колонка, либо же беспроводная зарядка. Я на самом деле такая в сомнениях. Самое дешевое, все-таки, мне кажется, это вот эта вот штучка на ключи вешать. И это вот эти вот наушники. Потому что наушники эти самые обыкновенные. И я даже здесь не вижу. Они, походу, не для айфона. Они, скорее всего, для андроида. То есть, как бы я уже ими пользоваться не смогу. Это такое, мне кажется, что уже подкидывают в каждый сюрприз-бокс. Вот что-то типа такого. Так что, ребят, обязательно напишите свой такой небольшой списочек. Ну, а я еще раз, ребята, попрошу вас собрать 10 тысяч лайков. 50 коробок пипец как хочу. Не забывайте также подписаться на канал. Не забывайте поставить колокольчик, чтобы не пропускать новых видеороликов. Ну, и я надеюсь, что мы с вами закажем все-таки этих 50 коробок. Заснимем какое-то огромное масштабное видео в гараже. Вам спасибо за просмотр. Я буду разбираться с этим уймой гаджетов. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok